Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот в этом ролике 5 дней назад я рассказала о том, что за месяц было создано в блокчейне PRISM 667 кошельков и 412 кошельков поставили в холд период. На второй минуте я показала, что в сутки в среднем в блокчейне активировалось 22 кошелька. Последним днем в расчете моей статистики было 25 ноября 2022 года. Теперь переходим на телеграм-канал, опускаемся на 26 число и начинаем считать. 26 новых кошельков за 26 число, за 27 число плюс 36, за 28 плюс 12, 29 плюс 55, 30 плюс 20, 1 плюс 26 и 2 плюс 25 равно 200 кошельков. Статистика за 7 дней, значит делим на 7 дней. Получается в среднем в сутки блокчейн пополнился на 28 кошельков. По сравнению активации кошельков в блокчейне за прошедший месяц, где вы видите 22 кошелька в сутки в среднем, получается за эту неделю в среднем на 6 кошельков больше. Теперь вы наглядно видите, что количество новых кошельков в блокчейне PRISM увеличивается с каждым днем по нарастающей. А это значит, что растет интерес к монете PRISM. Уверена, что это связано с тем, что люди начали глубже вникать в преимущества технологии PRISM и понимать, что на сегодня это единственный блокчейн, который дает возможность владеть лично своими монетами без посредников и без доверительного управления. Да, еще и увеличивать количество монет в своих кошельках за счет парамайнинга, гибридного майнинга и холд периода. Также уверена, что последние новости о блокировке криптосчетов на биржах впоследствии скама и воровства на них и запрет майнинга Proof of Work на 2 года тоже приведет к тому, что многие будут искать альтернативный заработок на 100% безопасных и 100% анонимных криптомонетах, таких как PRISM. Теперь давайте посчитаем, сколько кошельков за эту неделю поставили в холд период. Итак, 26 числа 4, 27 плюс 15, 28 плюс 12, 29 минус 2. Холд статус обычно теряют те кошельки, которые достигли предела высокого парамайнинга и вошли уже в красную зону. В кошельках, которые вошли в красную зону, еще несколько дней парамайнинг достаточно высокий, но в течение 60 дней он ежедневно начинает уменьшаться. Поэтому держатели этих кошельков либо делят монеты на 2 кошелька и оба ставят в холд период на следующий круг, либо парамайнинг обменивают на фиат, а тело оставляют на кошельке, чтобы получать пассивный доход и дальше. Через следующие 450 или 496 дней, смотря какой под кошельком структурный баланс. А возможно эти 2 кошелька не поймали очередной блок в течение 69 дней. По разным причинам, например, отключен был интернет или на балансе было мало монет. 30 числа плюс 12, 1 плюс 15 и 2 числа плюс 13. Итого 69 кошельков. За эту неделю получили статус холда. Разделим на 7 дней. В среднем получается 9-10 кошельков в сутки. По статистике кошельков в холд периоде, думаю, вы и сами сделаете вывод, насколько сейчас этот маркетинг актуален, интересен и выгоден. Ну а по статистике биржи мы с вами видим, что за 2 декабря 2022 года на все биржи было выведено со всех кошельков 296 145 монет. А со всех бирж наличные кошельки вывели 1 375 213. А вот эта цифра меня совершенно не радует. На всех биржах лежит 92 620 180 монет. Вот лично меня эта цифра очень огорчает. Если те, кто держит свои монеты на бирже и смотрит этот ролик, то у меня к вам настоятельная просьба. Создайте кошельки и выводите монеты с бирж. Любая биржа – это и есть доверительное управление. Биржи, пользуясь вашими монетами, увеличивают свои личные бюджеты за счет гибридного парамайнинга. Ту прибыль, которую они получают за счет того, что вы держите свои монеты у них, вы могли бы на своих кошельках получать сами. Биржи существуют для того, чтобы на них обменивать, а не хранить монеты. Призм – это не биткоин и не эфириум. Это призм, в котором создать личный кошелек может каждый за одну минуту и получать свою прибыль от парамайнинга или от гибридного майнинга и холд статуса сами. Как создать кошелек за одну минуту, смотрите вот в этом моем ролике. А я на этом с вами прощаюсь. С наступающим Новым Годом! Всем успехов и больших профитов!